Работает информационная служба РТВ и в студии Сергея Кения. Здравствуйте и сейчас в мире. Как можно быстрее навести порядок на валютном рынке? Такую задачу себе и своему правительству ставит премьер-министр России Дмитрий Медведев. На совещании с экономическим блоком Кабмина и с главами компаний-экспортеров премьер посетовал, что курс рубля в обменниках вышел за пределы комфортного. Вместе с тем Медведев выразил уверенность, что национальная валюта сейчас недооценена и ее курс вовсе не отражает состояние дел в российской экономике. Огласил Дмитрий Анатольевич и корень проблемы, с которой эта самая экономика столкнулась, премьер назвал два основных фактора. Конечно, мы сталкиваемся с проблемами и вызовами, которые связаны с двумя основными факторами, всем хорошо известными факторами, которые не зависят от нашей страны. Это затяжное падение цен на нефть и целый ряд других сырьевых товаров и негативное внешнеполитическое влияние. Я имею в виду санкции. Прежние финансовые рынки для наших банков и наших компаний практически закрыты. Между тем, на фоне рублевой турбулентности в российских социальных сетях все чаще говорят о грядущей отставке Медведева и его правительства, не способных взять ситуацию под контроль. Не исключая такой возможности и бывший посол США в Москве Майкл Макфол. По его словам, среди экономической элиты России наблюдается паника. В таких условиях президент Путин просто не может себе позволить бездействие. Иран и шестерка международных посредников сегодня возобновили переговоры по ядерному досье. Срок диалога истек в конце ноября, но его было решено продлить до достижения всеобъемлющего соглашения. Новый раунд проходит в Женеве. Как заявляют в Тегеране, переговоры идут в позитивной атмосфере. Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зари в Швейцарию не поехал и вместо министра в консультациях участвует его зам. Ну а о ядерной программе Зариф говорил со своим турецким коллегами в летом Чау-Шуглу, прибывшим с визитом в Тегеран. «Наша ядерная программа преследовала и всегда будет преследовать исключительно мирные цели. Что касается достижения договоренности, были предприняты эффективные меры. Думаю, урегулирование проблемы послужит интересом всех стран мира, особенно в свете новых вызовов, например, усилившейся террористической угрозы». Хамас больше не имеет отношения к терроризму. Так решили в Европе. Генеральный суд ЕС аннулировал решение оставить радикальное палестинское движение в списке террористических организаций. В инстанции пришли к выводу, что обвинения против боевиков из сектора газа основаны не на анализе действий Хамаса, а на утверждениях, распространенных в СМИ и интернете. В то же время ограничительные меры против организации останутся в силе на протяжении трех месяцев. Реакции на решение европейского суда и глобальной террористической угрозе мой коллега Владимир Унанянц. Европа сказала «нет терроризму». Правда, весьма оригинальным способом, отмечают наблюдатели. Генеральный суд ЕС одним розчерком пера ликвидировал террористическую угрозу, исходящую из палестинского анклава. Правда, ликвидировал только на бумаге. Управляющая сектором газа радикальное движение Хамас отныне невиновна в терактах. «Израиль должен быть и будет стерт с лица земли. Это будет сделано, руками бойцов бригады Задина Аль-Касама». Все это не доказательство. По мнению судей, решение включить хамасовцев в черный список было основано не на тщательном исследовании действий организации, а на публикациях средств массовой информации и в интернете. А это, согласно европейскому законодательству, не повод обвинять в терроризме. Зато это повод порадоваться для руководства газы. Хамас воспринял решение Генерального суда ЕС как значительный внешнеполитический успех. «Мы приветствуем решение Европейского союза исправить историческую ошибку. Хамас – движение сопротивления и имеет естественное право в соответствии со всеми международными нормами и стандартами противостоять оккупации. И международное сообщество должно помочь сопротивлению, а не наоборот». Впрочем, саму Европу решение суда тоже застало врасплох. Представители ЕС заявляют, что за предоставленную апелляцию трехмесячный срок можно и нужно собрать доказательную базу для того, чтобы оспорить вердикт и вернуть Хамас в список террористических организаций. После публикации решения суда посол ЕС в Израиль обратился с просьбой об экстренной встрече с генеральным директором Министерства иностранных дел еврейского государства. Ответ Иерусалима не заставил себя долго ждать. «Нас не удовлетворяет объяснение Европейского Союза, что исключение Хамаса из списка террористических организаций является технической процедурой. Мы ожидаем, что ЕС немедленно вернет Хамас в тот список, к которому эта организация относится, что ясно каждому. Хамас – это террористическая организация, декларирующая свои цели уничтожения Израиля. И мы надеемся, что в ближайшие три месяца ЕС исправит эту процедурную ошибку». Впрочем, пока Хамасу удалось убить сразу двух зайцев и укрепить позиции в палестинском анклаве, заявив о дипломатической победе, и подпортить отношения Израиля с Европой. Аналитики недоумевают. В то время как исламское государство с каждым днем набирает мощь, и Ближний Восток стоит на пороге глобальной войны, вместо консолидации международного сообщества перед лицом возросшей террористической угрозы, Европейский суд делает реверанс в сторону бюрократии и, как следствие, ставит под удар всю антиисламистскую стратегию. Эксперты предупреждают, все массовые казни, осуществленные боевиками исламского государства и шокировавшие международное сообщество, были опубликованы в интернете, а значит, следуя логике Европейского суда, не являются доказательством того, что группировка имеет отношение к терроризму. Владимир Унанянц, Арти Верий. В Нью-Йорке отменили премьеру кинокомедии «Интервью» о покушении на молодого лидера КНДР. По сюжету ЦРУ просит двух журналистов убить Ким Чен Ына. Но уже в реальной жизни под угрозой оказались зрители. Хакеры, взломавшие сайт кинокомпании Sony Pictures, призвали американцев воздержаться от посещения кинотеатров, в которых будет демонстрироваться картина, пригрозив терактами. Власти заявляют, что разведданных, подтверждающих серьезность намерений киберпреступников, пока нет. Но многие кинотеатры на всякий случай отказались от показов. На этом у меня все о развитии событий. В следующих выпусках у моих коллег. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok